Wait, wait, wow, what if this is not this? Ссылка на оригинал будет, как обычно, в описании под видео. Я уже был знаком с представленным на ваших экранах индикатором, по-моему, даже вам о нём и рассказывал. Но я всегда был уверен, что этот период вот здесь, это тот самый период в прошлом. Однако Саня придумал собственную теорию, которую назвал Грайпер Вейв Сфере. Давайте посмотрим, поехали. Недавно на моём канале выходило видео о 4-летних циклах биткоина. Почему именно 4 года? Да потому что раз в 4 года происходит уполовинивание награды за добычу блоков сети биткоина. Именно поэтому люди уверены, что 4-летние циклы биткоина существуют. О них и предстоящем халвинге не говорят только ленивые. А также люди не забывают сказать о том, что биткоин находится в этом логарифмическом канале, в котором каждые новые циклы якобы просто повторяют сценарий движения предыдущих. График, который мы сейчас рассматриваем, является одной из таких схематических картин, показывающих эти 4-летние циклы. Мы чётко видим, что каждый такой цикл становится всё длиннее. Как вы видите, третий халвинг приходится на дно в мае 2020 года, после чего начнётся рост до 2023. Именно тогда, якобы, мы увидим такие долгожданные новые максимумы. Но теория Сани говорит о чём-то совершенно ином. Одна из основных её теорий заключается в том, что биткоин халвинг начинает набирать обороты, потому что люди уже много раз видели, что происходит с ценой перед и после этого события. Короче говоря, очень много хайпа вокруг него. Если вы думаете, что тезис «покупай слухи и продавай новости» не работает, задумайтесь ещё раз. Люди стали более образованы в этом вопросе, ну и более взволнованы тоже. Блин, да даже таймер сделали, чтобы понимать, когда произойдёт третий биткоин халвинг. Давайте вернёмся к этому графику. Такие каналы или циклы, называйте как хотите, мы видели уже множество раз. Спасибо Бобу Лукасу за это. Однако, ребята, учитывая, что сегодня рынок имеет большие объёмы, более продвинутые фундаментальные данные и, самое главное, нет явной монополии, какую тогда демонстрировал МТГокс, на котором торговалось 75% от всего объёма биткоина. Поэтому сегодня условия игры совершенно другие, поэтому Санни считает, что повторения ждать не стоит. Однако, пока что всё выглядит так, будто график повторяет 2014 год. В это верят почти все. Но подождите, халвинг произойдёт в мае 2020. Вот здесь я нарисовал линию, которая показывает, в какой точке на графике в будущем произойдёт это событие. Как видите, не так уж и долго осталось ждать. Но все почему-то сравнивают вот этот график с этим. Да, они и вправду выглядят очень похоже, но сейчас я хочу вас немного шокировать. Что, если я скажу вам, что эта диаграмма здесь не является этой диаграммой здесь, но является этой? Тогда, как вы думаете, сколько будет стоить биткоин к концу 2019 года? На самом деле, ответить на этот вопрос достаточно просто. Всё, что нужно сделать, это измерить процентную разницу между вершинами, скажем так, псевдобычьего рынка и настоящего бычьего рынка. Получаем около 333%. Эта вершина здесь, это вот эта вершина здесь. Так что, если биткоин вырастет на те же проценты прямо сейчас, то к концу 2019 года он может стоить около 90 тысяч долларов. Ну, чуть-чуть меньше, 88. Всё равно это просто взрывает мозг. Ещё раз, эта диаграмма является этой диаграммой на данный момент. Поэтому в настоящее время мы не находимся в четырёхлетнем цикле или на его вершине. На самом деле, мы находимся как раз перед настоящим бычьим рынком. И теперь мы двигаемся, скажем, к отметке в 90 тысяч долларов с этого самого места, после чего оказываемся в периоде глубокой коррекции, конечно же. Теперь объясню вам, как это вообще возможно. На самом деле, всё довольно просто. Все думают, что они самые умные, и покупать до халвинга это правильно. Правда, это не так. В первую очередь, халвинг не сокращает предложение монет вдвое. Да, есть люди, которые думают, что он это делает. Он сокращает вдвое новое предложение в виде награды за добытый блок, а значит сокращает инфляцию вдвое. Во-вторых, халвинг больше не оказывает такого большого влияния, как это было в первом, а также во втором халвинге. Так что, чем больше халвингов у биткоина было, тем меньше его влияние. Но давайте будем реалистами. Я вижу вероятность того, что биткоин может достичь 100 тысяч баксов перед очередным халвингом. Конечно, есть и другие теории, которые, на мой взгляд, являются более вероятными. Только я не видел, чтобы кто-то говорил о том же, о чём говорил Санни. Большинство людей сейчас сосредоточены на 4-летних циклах, поэтому никто не видит то, что показал Санни. Что вы думаете об этой теории, ребята, и какой сценарий для биткоина лично вы считаете наиболее вероятным? Также не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Рад был поделиться с вами этой информацией. Буду впредь стараться искать что-то интересное, что-то полезное. То, что вас может заинтересовать. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте обязательно, что делаете. Конечно же, богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok